70 лет первому отечественному ручному противотанковому гранатомету. Сегодня при упоминании словосочетания ручной противотанковый гранатомет в голове у многих материализуется изображение RPG-7. Принятый на вооружение еще в 1961 году гранатомет знаком многим по фильмам, новостным сюжетам из самых разных уголков планеты и компьютерным играм. Однако RPG-7 был далеко не первым подобным оружием в нашей стране. Еще в 1949 году на вооружение Советской Армии был принят его предшественник 1-й отечественно-серийный ручной противотанковый гранатомет RPG-2. Ручной противотанковый гранатомет RPG-2. От панцирш-рекок RPG. Предшественники RPG могли появиться на вооружении Красной Армии еще до начала Великой Отечественной войны. Работы в этом направлении велись на протяжении практически всех 1930-х годов. Одним из первых образцов подобного оружия было 65 мм реактивное ружье, разработанное советским конструктором Сергеем Борисовичем Петропавловским, возглавлявшим газодинамическую лабораторию. Оружие было перспективным и внешне больше всего напоминало немецкие разработки, появившиеся уже в годы Второй мировой войны, в первую очередь гранатомет «Панцирш-рек». Советская разработка 1931 года уже содержала ряд важных перспективных элементов – легкие сплавы, возможность стрельбы с плеча, наличие щитка для защиты стрелка от воздействия пороховых газов, немцы додумались до этого не сразу, электрозапал твердотопливного двигателя ракеты. К сожалению, продолжению работ над этим без преувеличения перспективным проектом помешала смерть конструктора. В 1933 году Сергей Петропавловский внезапно скончался от скоротечной чахотки, заболев во время испытаний новых реактивных снарядов в полигонных условиях. Еще одним проектом, который даже на короткий срок был принят на вооружение, являлось 37 мм динамореактивное оружие конструкции Леонида Васильевича Курчевского образца 1932 года. Динамореактивное противотанковое оружие Курчевского было запущено в серийное производство в 1934 году, производство развернули на заводе номер 7 в Ленинграде. В результате к моменту начала Великой Отечественной войны самым распространенным противотанковым средством простого советского пехотинца оказались противотанковые гранаты и эрзац оружия в виде бутылок с зажигательной смесью, а принятые на вооружение и запущенные в серийное производство 14,5 мм противотанковые оружия были далеко не пределом мечтаний, в том числе в плане надежности и эффективности. Хорошие впечатления на советских бойцов и командиров произвели немецкие противотанковые 88 мм гранатометы АПЗБ-43 Офинрор и АПЗБ-54 Панцершрек, на создание которых немцев вдохновили захваченные в Северной Африке американские гранатометы Базука. При этом приделать к шайтан трубе защитный щиток немцы догадались только в 1944 году, собственно это нововведение и было главным отличием Панцершрека от Офинрора. Захваченные Красной Армией в товарных количествах противотанковые гранатометы и гранаты к ним, равно как и более простые распространенные фауст-патроны, активно использовались уже в боях против немецких частей, но собственных подобных разработок Красная Армия до конца войны так и не получила. В то же время использование большого количества трофейных гранатометов и полученных по лент Лизу ограниченных партий гранатометов американского и британского производства позволило хорошо ознакомиться с их конструкцией, выработать тактику применения, узнать сильные и слабые стороны оружия. А получены опыты конструкторские решения использовать в дальнейшем при создании собственных образцов противотанкового оружия. Немецкие солдаты с Панцершреком. В 1947 году советская промышленность представила более удачную версию нового оружия гранатомета РПГ-2. Его созданием занимались специалисты конструкторского бюро ГСКБ-30 Министерства сельскохозяйственного машиностроения. До этого КБ принадлежало Наркомату промышленности боеприпасов. Общее руководство работой осуществляло. В. Смоляков. В ходе работ советскими конструкторами был создан 40 мм гранатомет и 80 мм надкалиберная граната для него, оснащенная стартовым пороховым зарядом. Проведенные полигонные испытания подтвердили эффективность нового гранатомета. И уже в 1949 году оружие было принято на вооружение советской армии под обозначением ручной противотанковый гранатомет РПГ-2, а граната к нему получила обозначение ПГ-2. Конструктивные особенности РПГ-2. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 представлял собой динамореактивную систему многоразового применения. Конструктивное оружие состояло из мощного ствола, который позволял стрелку многократно использовать гранатомет, ударно-спускового механизма куркового типа, который размещался в пистолетной рукоятке управления огнем, и самой кумулятивной гранаты. Ствол гранатомета производился из стального трубного проката и был нарезным. Для предохранения от засорения землей на казенную часть ствола навинчивался предохранитель. Это позволяло стрелку случайно уткнуть гранатомет в грунт без каких-либо последствий для дальнейшего использования. Для того чтобы избежать ожогов рук в момент выстрела на стволе ручного гранатомета специально устанавливались накладки из дерева. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 Стандартные прицельные приспособления позволяли гранатометчику уверенно поражать цели на дистанции до 150 метров. Прицельное приспособление открытого типа состояло из откидной прицельной рамки и откидной мушки. На прицельной рамке было три окна, предназначенных для прицеливания на 50, 100 и 150 метров соответственно. В 1957 году прицельные возможности оружия были существенно расширены за счет введения нового ночного прицела НСП-2. Гранатомет, оснащенный ночным прицелом, получил название РПГ-2Н. Для ведения огня из гранатомета РПГ-2 использовалась 82 мм противотанковая кумулятивная граната ПГ-2, которая позволяла поражать цели с бронированием до 180 и 200 миллиметров. При этом граната обладала очень небольшой скоростью полета всего 84 метра слэш-эс. Противотанковая кумулятивная граната состояла непосредственно из кумулятивной боевой части, донного взрывателя, стабилизатора и порохового заряда. Граната была динамореактивной, выстрел производился по безатактной схеме. На стабилизаторе противотанковой гранаты имелось шесть гибких перьев. В походном положении перья были свернуты вокруг трубки, разворачивались они только после того, как граната покидала ствол в момент выстрела. Стартовый пороховой заряд крепился к самой гранате при помощи резьбового соединения. Пороховой заряд представлял собой бумажную гильзу, которую заполняли дымным ружейным порохом, образующейся после выстрела дымное облако демаскировало позицию гранатометчика. В гранате конструкторы реализовали функцию дистанционного взведения взрывателя, что обеспечивало безопасность стрелка в момент выстрела. Используемая кумулятивная граната обладала одинаковым поражающим действием на всех доступных дистанциях стрельбы. Хотя эффективно поражать движущиеся бронированные цели на дистанции более 100 метров было очень сложно, в том числе и из-за малой скорости полета гранаты. Малая скорость полета напрямую влияла на точность стрельбы, которая сильно зависела от погодных факторов и скорости ветра, в первую очередь бокового. Отчасти это компенсировалось достаточно высокой скорострельностью оружия, стрелок мог перезарядить гранатомет и повторно обстрелять цель. Возможности гранатомета РПГ-2 На момент принятия на вооружение гранатомет РПГ-2 представлял собой грозное и достаточно совершенное оружие, которое существенно повышало возможности простого пехотинца по борьбе с бронетехникой противника. Прицельные приспособления позволяли поражать цели, находящиеся на удалении до 150 метров от стрелка. При этом с помощью РПГ-2 можно было бороться не только с танками, самоходными установками, бронетранспортерами противника, но и стационарными целями, к которым относили бронеколпаки и полевые укрепления. Также из него можно было вести огонь по амбразурам дотов. По штатному расписанию новый ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 должен был иметься в каждом мотострелковом отделении. Расчет гранатомета состоял из двух человек. Самого стрелка гранатометчика и подносчика боеприпасов. Сам стрелок переносил гранатомет, зипит три гранаты к нему в специальном бюке, его помощник еще три гранаты. Возможности оружия позволяли эффективно бороться с танками противника, с которыми солдат мог встретиться в бою в те годы. Максимальное бронепробитие достигало 200 миллиметров, тогда как толщина брони наиболее массовых американских танков М-26 «Першинг» и пришедших ему на смену танков М-46 «Патон-И» М-47 «Патон-2» не превышало 102 миллиметра. На долгие годы именно РПГ-2 стал самым широко применяемым советской армией противотанковым гранатометом. Из-за своей надежности, простоты конструкции и небольшой цены оружия стало очень массовым и широко поставлялось на экспорт в союзные СССР страны. Гранатомет стал участником локальных войн и конфликтов 1950-1960-х годов, в частности широко применялся северо-вьетнамскими войсками против американцев в годы Вьетнамской войны.